Привет, друзья! Получил новинку. Это новый потоковый двухкамерный видеорегистратор Зеркало. Покатаемся с ним, в том числе по Китаю. Посмотрим на дождь, мкат, функции и обновим его прошивку. Потоковый – это значит, что он одновременно транслирует видео на экран, где его хорошо видно, и сохраняет запись в файл. Такие автомобильные регистраторы еще не популярны. Да и в Китае они только начали появляться. Обычно что-то подобное ставят в дорогие автомобили, для того, чтобы можно было, не выходя из машины, оценить обстановку вокруг или сзади по камере. Итак, открываем посылку. В ней находятся две коробки. Само зеркало – видеорегистратор, и во второй коробке – камера заднего вида с длинным 7-метровым проводом и крепежом. Перейдем к видеорегистратору. Достаем. В коробке видим само зеркало в защитной пленке. У меня в руках новинка. Этот регистратор поступил в продажу менее месяца назад. Модель называется Jada D820. И не путайте этот регистратор с моделью Jada D800. Они похожи, но это разные видеорегистраторы. Корпус целиком сделан из алюминия. Сзади находится кнопка перезагрузки, а сама передняя камера расположена на выдвижной ножке. Сверху расположены основные разъемы – мини-USB-порт для питания, видео-вход для подключения задней камеры, слот для microSD-карты памяти. Максимально поддерживаются карты до 64 ГБ. Снизу расположена только кнопка включения и отключения. Посмотрим, что еще есть в комплекте. Положили картридер, стойки для закрепления провода, резиновый крепеж за штатное зеркало, 3-х метровый кабель питания и инструкция на английском языке. В ней указаны основные характеристики видеорегистратора. Отрываем защитную пленку и устанавливаем карту памяти. Включаем. Яркость экрана настраивается. Для этого нужно провести по экрану слева направо по центру. Ну а обратно ее можно уменьшить. При выключении света сразу становится понятно, насколько огромный тут экран. Он занимает всю площадь зеркала. И его диагональ составляет 10 дюймов. Экран у зеркала отключается коротким нажатием на кнопку питания. При этом регистратор не отключается и запись не останавливается. Но это на случай, если экран будет мешать и засвечивать отражение в зеркале. А длительным нажатием на кнопку происходит выключение и включение устройства. Качество цветопередачи у экрана отличное. Это картинка задней камеры. Если переключить отображение на переднюю камеру, то видим, что изображение с нее тоже высокого качества. На экране расположены 6 кнопок управления. Настройки, архив видеозаписей, остановка и запуск записи, переключение вида с камер, фото и блокировка файла от перезаписи. Остановив запись, можно войти в архив. И тут доступен просмотр абсолютно всех роликов, которые хранятся на карте памяти. При выходе из просмотра регистратор автоматически сразу включается на запись видео. Поэтому для того, чтобы снова зайти в меню, нужно сначала отключить запись, а потом нажать на шестеренку. Небольшое отступление. Регистратор на Vue. И я получил его одним из первых. Поэтому за время путешествия на него обновилась прошивка. И продавец уведомил меня об этом в чате на Алиэкспресс. И скинул новый файл прошивки. Обновление предельно простое. Нужно закинуть файл в корень флешки. Установить ее в регистратор и включить его. Установка запускается автоматически и занимает буквально пару минут. В моем обновлении добавился русский язык. Других изменений я не заметил. Итак, в меню видим пункты настроек. Первым идет качество изображения. Максимально доступно Full HD видео 1920 на 1080 точек и 30 кадров в секунду. Это для передней камеры. При этом запись задней камеры не настраивается. И всегда ведется в разрешении HD видео. 1280 на 720 точек. Далее идет пункт цикличности. 1, 2 или 3 минуты. Задержка отключения записи. Запись звука. Система контроля ухода с полосы. RVB Screen это реверс отображения картинки с задней камеры. Задержка отключения регистратора. Настройка часов. Штамп времени и лого на видео. Выбор языка меню. Частота освещения. Задержка отключения экрана. Чувствительность датчика удара. Режим парковки. Сброс настроек. Форматирование карты памяти. Громкость. И последний пункт это версия прошивки. Регистратор крепится в автомобиле за штатное зеркало. Двумя резиновыми хомутами. Камера находится на подвижном креплении. Поэтому ее можно будет подстроить под размеры вашего зеркала. Видеорегистратор на моем Qashqai по размеру почти точно такой же как штатное зеркало. И совсем не мешает обзору. При выключенном экране в зеркало отлично видно обстановку сзади. А если экран включить, то происходит наложение двух картинок. Но это днем и только при солнце. Подключаем внешнее питание. Длина провода 3 метра. Его хватило, чтобы уложить по контуру лобового стекла. Подключаем камеру заднего вида. Я закрепил камеру снаружи автомобиля рядом с номерным знаком. Под козырьком. Это нужно, чтобы капли дождя не попадали в объектив. И линза была чистой. Включаем зажигание. И регистратор сразу стартует, включая запись. А на экран транслируется обзор задней камеры. Его можно переключить одним нажатием на переднюю камеру. Настраиваю угол наклона и поворота камеры. Ну и погнали смотреть, как он записывает видео. День. Передняя камера. Картинка тут просто отличная. С хорошей цветопередачей. Номера на автомобилях ловит в движении на встречной полосе. И это позволяет отнести регистратор к самым качественным моделям. Угол обзора камеры ну просто огромный. Как по мне даже слишком большой. Он охватывает весь капот и соседние полосы движения. Задняя камера. Тут также видим огромный угол обзора. Сама же камера немного хуже передней. И номера на машинах видят только на ближней дистанции. Конечно, линзу они тут поставили почти как рыбий глаз. И захват дороги получился гигантским. Картинка контрастная. И солнце не засвечивает камеру. И без проблем видно дорожную обстановку и номера на машинах. Ночная съемка. Я, честно говоря, не знаю, какой сенсор тут установлен в передней камере. Но такая светлая ночная картинка характерна для OmniVision 4689. И если это так, то это очень хороший светочувствительный сенсор. Кусок неосвещенной дороги. У меня в фарах обычные простые галогенки. Номера ночью хватает на попутках и светофорах. Что также типично для данного сенсора. Ну, я думаю, вы сами все видите, насколько тут все светло и ярко. Задняя камера также обладает высокой светочувствительностью. Номера на машинах становятся читаемые на ближней дистанции. И при этом фары их не засвечивают. В общем, запись видео меня на этом регистраторе очень порадовала. И передние и задние камеры очень качественные. Ну и немного китайского Шэньчжэня. Красота. Еще больше примеров записи видео будет в конце данного ролика. Так, не стоит забывать о том, что это потоковый видеорегистратор. И помимо качественной записи, основное преимущество данной модели над подобными зеркалами – это гигантский экран на все зеркало. И онлайн-трансляция картинки с задней камеры. Это достоинство полностью проявляется, когда за окном идет дождь. Или будет снег. И через стекла будет плохо и мало что видно. А камера позволит видеть обстановку сзади вас без каких-либо помех. Вместо зеркала у вас будет экран. Со значительно большим углом охвата дороги, чем у штатного зеркала автомобиля. В ночное время включенный экран не мешает. И к нему привыкаешь буквально за 10 минут вождения. Однако стоит учитывать, что из-за большого угла обзора машины в нем меньше, чем в штатных зеркалах. Поэтому поначалу кажется, что они дальше. Если проводить аналогию, то тут видно, как в панорамных зеркалах. Сама же задняя камера оказалась с высокой светочувствительностью. Заднее стекло на моей машине тонировано. Поэтому ночью плохо видно, куда паркуешься. А эта камера работает даже при небольшом освещении. Такой регистратор, помимо легковых автомобилей, будет также полезен для фургонов и грузовиков. У которых нет центрального зеркала. Отдельно в магазине продается удлинитель на кабель для задней камеры. Он позволяет нарастить провод до 17 метров. Что в итоге? Так как это новинка и товар еще малоизвестен, регистратор сейчас стоит очень адекватно. Я бы даже сказал, что он стоит дешево. За такой большой 10 дюймовый размер экрана и одновременную качественную съемку с двух камер, его можно назвать чуть ли не лучшим регистратором, который можно купить в Китае. Это также однозначно лучшее зеркало из всех, на которые я делал обзоры. Единственный недостаток это наложение на экран отражения в зеркале, днем в солнечную погоду. Но при облачности, в вечернее время и тем более в ночное время этого недостатка нет. И регистратор полностью оправдывает себя, транслируя качественное изображение задней камеры. За время его эксплуатации никаких глюков и сбоев с ним не возникло. Регистратор мне очень понравился и я однозначно рекомендую его к приобретению. Свою модель я заказывал на сайте Алиэкспресс и ссылка для заказа находится в описании данного ролика. Доставка заняла около двух недель, курьерской компанией прямо в руки. Если вам понравился мой обзор, то не забывайте поставить лайк и делиться этим видео с друзьями. А сегодня на этом все и я прощаюсь всем, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok